МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, уважаемые любители видеоигр. С вами снова любопытный геймер. И сами видите прекрасно, во что я играю. Короче говоря, остановились мы на том, что в прошлой серии Адам Дженсен зачистил территорию корпорации, точнее, производственный комплекс корпорации с Альф Индестрис, или... да, всё правильно. Которые осадили любители чистых тел. Не в том плане, что они всех моют, а в том плане, что они ненавидят тех, кто ставит импланты, вроде, собственно, нашего героя, хотя он и не по своей воле все эти импланты ставил. Короче говоря, заложников спасти не удалось. Увы, к сожалению, но я играю так, как получится. Так, и теперь возвращаемся с докладом к нашему боссу. Боссу? Босс, где вы? Босс, где вы? Из-за Лей, Кусанаги, Тайюн Медикал, кто угодно из наших конкурентов мог стоять за этим. Чистая правда. А мы идём в гости... К кому? Ну, конечно, к Причарду. Здорово, скотина, что ты нам скажешь? Ой-ой-ой, это надо взять обязательно. Ну, скажи мне что-нибудь хорошее. Так, так. Неужели это сам Махатма Ганди пришёл почтить нас своим благотворным присутствием? Если это касается Тайфуна, я буду через минуту. Так, Причард, я не для того рисковал головой, чтобы потерять у эвдебрих процессоров и переходников. Ничего себе, ты выучил такие слова. Не думай, что раз тебе так легко удалось взломать систему безопасности фабрики, теперь ты специалист по всем этим компьютерам. Сейчас я не могу заняться Тайфуном. Да ну! К твоему сведению, сейчас я провожу общую диагностику безопасности нашей сети, чтобы узнать, как хакеру Сандерса удалось добраться до кодов. Думаю, первый вопрос, который надо задать. Чьи это были коды? Впрочем, может быть, ты уже знаешь. Дженсен, пойди выбей пару дверей, убей кого-нибудь, только позволь мне заняться своим делом. Честное слово, так мы гораздо лучше справимся. Ой, я ему ухо откушу. Честное слово, так будет лучше для всех. Да чё же язва-то какая, а, всё-таки? Что если взломать? Ага. Хрен там. Да, рейтинг безопасности 2, я такое не изламываю, да? Ну да ладно. Пойдёмте с докладом к боссу. Э-э-э, стоп-стоп-стоп-стоп. Я... А, нет, всё правильно. Хью, послушай меня. Возможно, это не он вложил оружие в руки Сандерсу, но всё началось именно с выступления Таггарта в ООН. Уильям Таггарт всего лишь ушлый политикан. Сами знаете, Дэвид. И ради сохранения лица я должен слушать его бреднее глядя ему в глаза? С улыбкой. Обязательно с улыбкой. Мы позже поговорим. Вы хотели видеть меня? Да. Как самочувствие? Бывало и лучше. Хорошо. Когда закончим здесь, загляни в клинику протез к доктору Маркович. Провериться не помешает. Если вы настаиваете. Послушайте. Насчёт Сандерса. Да, насчёт Сандерса. О чём ты думал, когда позволил ему так легко ускользнуть? Я отправил тебя туда, чтобы ты обо всём позаботился. Так. Ну, давайте рискнём. Я надеюсь, что это ещё принесёт нам пользу. Сандерс был в ярости, когда узнал, что хакер модифицирован. Он не успокоится, пока не найдёт тех, кто подставил его. Вот как. И тебе хватает наивности думать, что он поделится информацией с тобой. Я думал, ты к этому готов, Адам. Я был. Сегодняшнее нападение. Чья-то попытка заморочить нам голову. Я намерен узнать, чья и зачем, чтобы это больше не повторялось. Отлично. Я тоже. Ты уверен, что у него были приращения? Я выдернул из него провода. А полиция говорит, что нет. Они не позволили мне взглянуть на труп. Даже после того, как я пригрозил урезать их в пенсионный фонд. Может, кто-то другой платит им больше. Так что я должен делать, босс? Нам нужно посмотреть на тело. У тебя есть старые друзья в полиции. Как ты думаешь, кто-нибудь из них может пропустить тебя в морг? Смотря кто попадётся. Отправляйся в участок и попробуй попасть внутрь. Если у хакера были модификации, его нейронный узел поможет нам понять, кем он был. Свяжись со мной, как только доберёшься до него. Так, нет. Но нам обязательно надо посмотреть на тело. Это определённо. Хорошо. Даже если шариф мне и сам не особо нравится. Так. Задание. У нас тут, о, у нас доступно две единицы праксис и социальный корректор. Мы всё-таки... Да... Покупаем. Вот так. С четырем немножко так. Слушайте-ка, всё равно. Что мне надо сделать-то? Ага. Визит в клинику протез. Расследование самоубийственного теракта. Понятно. Всё ясно. Всё предельно понятно. Пока. Пока всё понятно. Сначала в протез. А это что такое? Тагарт выступает в конференц-центре Малинса. Как ни удивительно, в городе, исторически поддерживающем модификации, распроданы практически все билеты на выступления основателя фронта человечества Билла Тагарта. Подобное развитие событий может отражать растущую поддержку борющихся против имплантов групп по всей стране. Триумфальное возвращение Нияши Аким. Нияша Аким, полностью модифицированная поп-звезда из Нигерии, сегодня блистала на церемонии награждения «Музыка планеты» в Лос-Анджелесе, одержав победу в шести номинациях. Её последний альбом «Её руба» о борьбе с дискриминацией и нищетой, а также о недавней модификации покоряет сердца поклонников по всему миру. После церемонии Аким рассказала о трудностях жизни с имплантами. «Для цветной женщины жить с ними – настоящий вызов. Для любой культуры ты теперь чужак, а нейропозин такой дорогой. Слава богу, я-то могу его себе позволить, это всё нелегко, но зато я могу выступать, и ничего ценнее для меня нет». Аким, получивший тяжелейшее ранение в теракте в Логосе в 2025 году, появилась на церемонии награждения в первый раз за последние два года. «Итак, а что у нас здесь?» «Личный сортир». «Так, здесь нельзя ничего посмотреть. Может, тут лежит что-то?» «Хотя, что может лежать в сортире? В сортире, конечно, много, может что лежать, но, наверное, это неинтересно». «Вид на город. Будем любоваться окрестностями». «Опачки». «В нашем офисе? Ну, давайте пройдёмся до нашего офиса, кто там нас ждёт». «Так, так, 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 так. А вот и офис». «У нас? Да, 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 да. Глава охраны». «А, здорово». «Что я делаю? Безумие». Тим Карелла. «Привет, Дженсен. Рад тебя видеть. Здорово, что ты вернулся. Как ты?» «Справляюсь». «Жаль, что с Мэган так вышло. Я понимаю, тебе нелегко. Мы сначала подумали, что и тебе крышка. Кругом беда, на штаб вот нападение. А потом этот кошмар с фабрикой». «Да, нелёгкие времена. Ты-то как, Карелла?» «Я не знаю. Я... Я тут облажался. Капитально». «Что случилось?» «Пару месяцев назад мы с Тинделлом, знаешь, один из техников Причарда, начали понемногу таскать нейропозин из лаборатории». «Боже, Тим. Тебя же уволить могут. Сам-то понимаешь. Даже арестовать, если компания решит дать делу ход. О чём вы только думали?» «Я знаю. Тут всё непросто. Я сначала был против, но потом нашлись веские причины. В общем, сейчас я хочу с этим завязать, но у Тинделла есть запись с видеокамерой, где я краду это барахло. Говорит, что она стучит на меня, если я перестану ему помогать. Адам, мои дела плохи. Нужно получить эту запись. Знаю, у тебя дел до чёртиков, но мне одному никак не справиться». «Так, ну что ли, подробнее надо узнать?» «Смелый шаг. Край запатентованное средство из охраняемой лаборатории. Как это вы ухитрились?» «Мы с Тинделлом работали в ночную смену раз в две недели. Я набивал сумку нейропозином, а он редактировал данные с камеры. Похоже, он оставил себе часть записей». «Ниропозин? А зачем вам средства против отторжения имплантов? Продать хотели? Или конкурентам слить?» «Почему ты сразу считаешь, что я пытался на этом заработать?» «А что насчёт Тинделла? С ним можно договориться?» «Можно попробовать, но он упёртый парень. Действительно, просто скала. Чтобы его уговорить, нужен Касси, не меньше». «С этим проблем нет». «Интересно, что такое Касси?» «Что конкретно ты от меня хочешь?» «Нужно вернуть записи системы безопасности, которыми Тинделл меня шантажирует. Они должны быть где-то в его квартире. Может, в компьютере?» «И дальше что? Мне его в телефонной книге поискать?» «У него квартира на Бруклин-Корт. Забраться туда будет непросто. Там здоровые охраняемые ворота перед домом». «О, замечательно». «Ворота, конечно, можно взломать, но это потребует неслабых навыков. Поищи лучше какой-нибудь другой путь. Пожарную лестницу, например». «Так, ну ладно». «А меня это каким местом касается?» «Адам, чёрт! Ты вот так будешь меня трясти? Какой цинизм? Я же в беде! Может, мне удастся добыть для тебя модификацию к оружию? Чёрт!» «Вот уж не думал, что придётся покупать твою помощь». «Не думал, подумаешь». «Ладно, рассказывай». «Серьёзно? Ого! Спасибо, Адам! Я думал, мне конец! Запись, скорее всего, хранится на компьютере у него дома. Как найдёшь её, встретимся перед входом на парковку у подземки». «Дальше сам разберусь». «Так, ну ладно. С этим как-нибудь справимся. Узил безопасности. Что у нас здесь?» «Ага». «Ничего интересного. Так, что у нас здесь? А-а-а-а-а-а-а. Карманный секретарь». «Что у нас тут?» «Дженсен. Поскольку мне не сказали, что ты вернёшься, я удалил твою учётную запись целиком. Приказ организовать тебе новую мне пришёл только что, так что если тебе не нравится пароль, придётся потерпеть». «Причард. Пароль должен работать даже с твоего домашнего компьютера». «Мандрейк». «Что за дебильный пароль?» «Давайте введём». «Что мне, кстати, нравится в этой игре?» «Здесь реально нужно вводить пароль, то есть на клавиатуре набирать». «Так, небольшая проблема безопасности. Адам, не хочу тебя зря беспокоить, но у нас, похоже, очередной подозреваемый вкражена и Рапазина. Я сегодня застала Дензела Митчелла за копанием в моём архиве заказов VersaLife. Он сказал, что ему нужно было найти юридический адрес для контракта, заниматься которым ему поручил Дэвид, но у него этот адрес и так на десятке бумаг есть. Юрист вроде него мог бы придумать оправдание получше. К слову, код от его двери 1360. 164. Афина. «Так, ранее Афина писала. Кто-то крадёт с ней Рапазин. Так, я это заметила месяц три назад. Мы стали заказывать у VersaLife новые партии куда чаще обычного. Фрэнк, по моей просьбе, посмотрел запись системы безопасности и выяснил, что это кто-то там покопался до него. Это часто совпадало с ночами дежурства Уилла расселения. Фрэнк хотел немедленно обыскать кабинет Уилла, дождал мне код доступа 3716. Но я ему велел подождать. Только непосредственных несправедливых обвинений нам сейчас не хватает. Можешь поговорить с Уиллом, если будет такая возможность? Он в комнате 23. Так, тут расследование внутреннее, настоящее. Уилл. Расселение 3716. И, 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 Дензел Митчелл, 1364. Вот интересно. Так, а что у нас здесь валяется? Вино. Так, обезболивающее. Возьмём. Если нас примутся бить. Так, а вот, собственно, кабинет Тима Кареллы. А здесь у нас чего? А, вот Дензел Митчелл. 1364. 1364, то есть... Ага, мне даже подсказочку небольшую написали. Что, в общем, неплохо. Нужно внимательнее относиться к тому, что... Дают почитать. Глобальная политика. Так, это неинтересно, это просто литература. Так, о, кредитный чип. Карманный секретарь. Отлично. Так, нажмём для прочтения. Дэнни, знаешь, для юриста ты неплохой вообще парень. Спасибо, что проверил заказы. Мне было, ну, никак. Если бы эта стерва меня застукала, то всё, кранты. Она меня давно уже раскусила. Ты в курсе, что у неё стоит блок кассе, а? Ладно. С твоих слов можно предположить, что за кражами стоит Мика Пайн. Она из-за тела закупок заполняет бланки заказов и потом отдаёт на подпись Марголис. Она запросто может поменять после этого цифры. Она до четверга отсутствует. Придётся, значит, до этого момента пробраться в её кабинет. Снейк мне подкинул код от офиса 27. Это прямо рядом с ней. Код 4145. Думаю, я как-нибудь пролезу через вентиляцию. Не бойся. Если что, пойдёт не так никаких претензий. Так, кто это за... Что это за А такой? Кто-то копает прямо. Кто-то копает здесь... Весьма так прямо. Так, здесь... Ничего интересного. А, это Афина Марголис. Подписывается. А, Дэннис, слушай, как будет минутку, загляни ко мне. А, Дэвид попросил меня составить для Тюм формальный отказ в ответ на их щедрое предложение. Хочу убедиться, что я правильно выразилась. Так, это меры безопасности. Ну, это понятно. Все админы отправляют подобные сообщения кому угодно. Давайте закроем дверь на всякий случай, чтобы никому не было обидно. Тут ходят ребята, я смотрю, да, ходят, ходят. Кэл Лопес. Что здесь ещё есть? Тед Брюгер. Не то. Древан Весел. Что здесь? Код не найден. Ладно. Значит, это с нижнего, со второго этажа у нас коды. Давайте пойдём посмотрим. Кто же у нас ещё что натворил? Дори Харрис. Фарида Малик. А, вот это у неё целый кабинет у нашего пилота. Ай, балдеть. Так, техническая лаборатория. Туда мне не надо. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. О, 41-45. Отлично. Что у нас здесь? Нейронный узел разработки будущего. Хью Дэроу. Выдержка из заметки в журнале «Неонатурализм» октября 2015 года. Технология нейроузлов, по мнению некоторых, является камнем на шее кибернетических исследований, но подобные высказывания лишь демонстрируют отсутствие способности мыслить нестандартно. На самом деле нейронный узел всегда обладал потенциалом для роста за пределы своего функционала, потенциалом стать сердцем интеграции кибероборудования. Импланты, разработанные изначально как элементы постоянно уменьшающихся деталей телефонов, телевизоров и плееров, вмещают огромное количество физических процессоров на одном физическом чипе, однако ключ заключается в сопряжении. Узел контролируется программным обеспечением, позволяющим более эффективно использовать оборудование. Каждый сигнал нервной системы вызывает один или несколько собственных потоков на основе таких действий, как движение или активация памяти. Мое предложение предоставляет собой сочетание многоядерных процессоров, более тесно использующих природную способность человеческого мозга, к одновременному выполнению нескольких задач. Так мы фактически ломаем барьер между текущими системами нейроузлов и мозгом носителя. Фактически мы позволяем узлу работать непосредственно с мозгом. Если привести аналогию, то вместо эстафеты, в которой один участник медленнее другого, мы создаем тандем. Ну вот, собственно, наверняка из-за таких вещей и стало возможно дистанционное управление, с которым мы имели дело. Ух ты, еще бабло. Отлично. Так. Ну, это просто болтовня. А мы полезем, мы помчимся. Зачем нужна такая вентиляция, которая ведет просто из одного кабинета в другой? Кто мне скажет, тот молодец. Посмотрим. Ой, блин, я богатый человек. А, так, а что у нас в компьютере? Так, отпускные сверх нормы. Усильные меры безопасности, это неинтересно. Так, Фрэнк Причард опять. Да, это Шариф. Так. Ай, ерунда, короче. Ух ты. Еще кредитный чип. Да я просто грибу. Грибу и грибу. А здесь что? Тирания биологии. Расшифровка семинара, проведенного Хью Деру на Всемирном саммите по вопросам биологической этики в Токио 8 сентября 2011 года. Следующий урок, которым я хочу поделиться, это анализ вопросов конфиденциальности и безопасности имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора ИДК. На эта модель ИДК, появившаяся на рынке США в 2003 году, снабжена ритмоводителем и устройством беспроводной связи с программирующим модулем в диапазоне частот 175 кГц. Частичное вмешательство в протокол связи ИДК при помощи осциллоскопа и программируемого радио позволило нам провести несколько атак, способных потенциально поставить под угрозу как конфиденциальность пациента, так и его безопасность. В этот момент мистера Дэроу перебивают возмущенные возгласы, он с удивлением поднимает голову, громкий стук. «Пожалуйста, дамы и господа, прошу вас!» Несколько минут спустя толпа успокаивается достаточно, чтобы мистер Дэроу смог продолжить. «Послушайте, я не собираюсь затрагивать философскую природу вопросов модифицирования. Я не хочу сказать, что не осознаю возможных последствий моей работы. Просто есть ученые лучше, чем я, подготовленные для решения этого вопроса. Мои же способности, мой гений, если мне будет дозволено так выразиться, есть создание самих инструментов улучшения человека. Я оставляю грядущим поколениям судить, как именно вспоминать меня и мои творения. Я скажу вот что. Не было другого времени в истории человечества, как доминирующего вида на планете, когда в наших руках было столько власти над собственными телами, сколько ее у нас сейчас. Мы на рубеже эпохи, которая положит конец тирании биологии. Кто-то появится на свет незрячим, кого-то еще несчастный случай лишил ног, кто-то был способен слышать, но утратил эту способность. Теперь мы можем вернуть им надежду. Природа более невластна над нами. Да, это по-настоящему сложный вопрос. Очень сложный. Так, а вот и 23 кабинет. По сути, все эти коды, все эти шифры нужны только для того, чтобы пошарить в ящиках столов, поскольку мы-то с вами знаем прекрасно, кто ворует нейропозин. Так. Так, вот-вот-вот. И Причард тоже всех, так сказать, спрашивает. О-о-о-о-о-о, Тед Брюгер. А тут можно все коды, я так понимаю, узнать. Да-да-да. Вот и про... А, кстати, вот это важно. Я не знаю, что команда Меган там сделала с молекулярной цепочкой пациента Икс, но это просто невероятно. Я тесты три раза прогнал. Для верности нет никаких обычных признаков отторжения. И это восемь недель без нейропозина. Уилл, это же прорыв. Слушай, мне пора бежать, но ты должен сам это видеть. Загляни ко мне в офис 32. Если дверь заперта, нажми. Такой-то код. Угу. Так, ладно. А здесь что у нас? Очередная книжечка. А, это просто рассуждение. Неинтересно. Давайте сгоняем наверх к Теду Брюгеру. 32-я комната. Блин. А, 33-я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не туда побежал. Тед Брюгер. Здорово. 9-6-4-2. Где они все? Не пять. Два. Блин. Девять, шесть, четыре. Да. Чтоб тебя. Что у нас тут? Изучение материалов 07-12-1969. Результат испытаний. Начальные данные, условия тестирования. Биометрический состав. Один был создан на основе схемы биочипа R7, который, в свою очередь, базируется на массиве кластеров P-DOT, разработанном DERAL Industries. Биометрический состав. Два. Был создан на основе схемы биочипа X1, который использует массив кластеров P-DOT, разработанной компанией Megan Reed. И мутагенный химический состав, который открытый при исследовании пациента X. Образцы тканей обоих составов в течение 7 дней тестировались на отторжение, как правило, связанное с началом СДД, синдрома дефективности DERAL. Наблюдение. В течение трех недель испытаний состав 1 проявил низкие уровни энзимов цитотоксичности M и СДДИ, характерных для начала синдрома отторжения. Уровень энзимов рос согласно ожиданиям. Для устранения глиальных тканей вокруг биочипа на пятой неделе был применен нейропазин, дозировка 20 кубических сантиметров. Состав 2 при этом демонстрировал полное отсутствие энзимов до шестой недели. После этого наблюдались минимальные уровни CM, которые полностью пропали в последующей неделе. Это подталкивает меня к гипотезе, что энзимы на самом деле явились побочным результатом формирования вокруг кластера ПДОТ новой нервной ткани, совместимой с изначальной матрицей. Подтверждение этого требует новых испытаний. К счастью, Дэвид сообщил мне, что мы получили доступ к новой ткани пациента Икс. Ох, как все это волнующе. История Хью Дэроу. Поворотный момент. Отец Дэроу, сэр Мартин Дэроу, медиамагнат и основатель Сити Пик, отправил его в престижную Стейклифскую школу, а позже в школу Стоуи. Обладая атлетическим телосложением, Хью стал капитаном команд по футболу, регби и крикету. Однако, если не считать спорта, школа была для него скучной, поэтому Хью не стал поступать в колледж. Его интерес к разработке и созданию механических устройств с компьютерным управлением. Первый робот в 10 лет, самодельная роботизированная лаборатория в 16, привел его в конечном счете в 1994 году на первый турнир войны роботов. Победы ему не досталось, но в разговорах с другими экспертами в области робототехники он узнал об исследованиях человеческих движений в Стэнфордском университете, целью которых была разработка улучшенных протезов. Деру остался в США для того, чтобы встретиться с несколькими исследователями в сфере биомехатроники. Деру да, Деру гений, это определенно, это факт. Так, ага. Брюгер, значит, заделывается, пароль ставит. Молодец, молодец, хвалю. Так, еще за странника мне бонус. Молодец я. Где я? Так, путь Беллтауэр. История корпорации Беллтауэр. Да, у нас эта серия получается такая информативная, но не без каких-либо посерьезных действий. История корпорации Беллтауэр. Итак, окунемся в историю. Группа компаний Беллтауэр предоставляет широкий спектр решений в области безопасности для военных и охранных структур. Компания была создана в 1997 году как агентство, занимающееся консультациями и личной охраной. В настоящее время у нас есть отделения в Афганистане, Бархене, Китае, Ираке, Кении, Индии и США. Наш штаб в Англии, расположенный в лондонской раковине, осушенном районе на берегу Темзы, представляет собой укрепленный небоскреб, способный дать фору некоторым военным базам. Среди прочих ключевых объектов можно назвать военно-морскую базу на берегу Мексиканского залива и тренировочный центр в Бангалоре, в Индии. Услуги Беллтауэр рассчитаны на самых разных клиентов, включая как правительство, так и межнациональное агентство и корпоративный сектор. Кроме того, компания является зарегистрированным и активным подрядчиком ООН. Мы предоставляем решения в области безопасности и управления рисками для борьбы с экстремальными угрозами, а также обеспечиваем эвакуацию, освобождение заложников, нейтрализацию угроз и организацию экстренной обороны. Силовики, короче. Так. Ну да. В общем, ничего особо интересного тут пишут. Очередная переписка о том, что кто-то крадет нейропозин. У всех, блин, свои тайны, все что-то скрывают, но когда они придут, они увидят, что у них кто-то украл все деньги. А, почему у них пиво, блин? Почему никого нет на рабочем месте? Почему пиво разбросано? Почему виски есть на столе у, блин, у Адама Дженсона? Это начальник охраны держит в своем кабинете бухло. Как вам? Как вам? Люди, как вам? Вот троллят секретаря. Конечно, секретаря убьют первый. Если кто-то ворвется сюда и начнет стрелять. Ну, конечно, если они ворвутся через главный вход. Миссис Рид? О, Адам! Прости, ты меня напугал. Пожалуйста, зови меня Кассандра. Вы с Меган столько времени были вместе. Я как раз тебя ждала. Здесь, снаружи? Зашли бы внутрь. Не знаю. Я, наверное, еще не готова. Ты здесь работаешь. Но для меня это место, которое отняла мою дочь. Я понимаю, о чем вы. Для меня тут тоже все изменилось. Думаю, это и не должно быть просто. Нет правильного пути для того, чтобы пройти через такое. Я даже не представляю, каково сейчас тебе после всего этого. Так, ну он у нас Человек-Скала. Я просто делаю, что должен. И плевать мне на модификации. Прагматичный подход, Адам. Но, возможно, не стоит отмахиваться от таких травматических изменений. Позвольте спросить, зачем вы хотели меня видеть? Да. Да, конечно, прости. Я здесь из-за Меган. Из-за того, что с ней случилось. Вернее, из-за расследования случившегося. А в чем дело? Если совсем просто, мне кажется, что-то не так с тем, как это дело велось. Вы думаете, что здесь что-то нечисто? Именно. Считай это материнской интуицией. Но в разговоре со следователями я заметила кучу несоответствий. А потом я встретила детектива по имени Чейз. Он подтвердил, что кое-что не было сделано должным образом, хотя доказательств у него не было. И вы хотите, чтобы я попробовал разузнать это? Я никогда больше не услышу, как моя дочь смеется адом. Она больше не позвонит, не спросит, как у меня дела. И я не спрошу ее, как прошел ее день. Ее у меня украли. Возможно, все это не очень правильно, но я все равно хочу узнать, почему это случилось. Ты изменился, Адам. К лучшему или к худшему. Еще увидим, но... Я знаю, ты любил Мэган. Прошу, помоги мне выяснить, что на самом деле с ней случилось. Блин, ну разумеется. Я сам еще не занимался тем нападением. Попробую разобраться. Спасибо. Адам, для меня нет ничего важней. Сначала мне нужно встретиться с этим детективом Чейзом. Отлично. Он подрабатывает охранником в доме на Бруклин-Корт. Я буду ждать твоего возвращения в холле твоей квартиры. Почему детектив подрабатывает где-то охранником? О, он ушел в отставку вскоре после тех событий. Подробностей не знаю. Может, он сам тебе все расскажет. Я займусь этим. Так, ну вот, мы нахватали кучу заданий дополнительных. У нас есть какие-то свои миссии. Но на этом мы серию прекратим. Она у нас такая вводная немножко была. До этого были такие вступления. И вроде даже экшон был. И стелс был. В общем, все как надо. Но сейчас у нас была такая теория. От практики к теории. Но сейчас снова начнутся более такие подвижные миссии. Так что ждите следующих серий. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Это был Любопытный Геймер. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok